всем привет мои хорошие мои любыми я дома чувствую себя наверно хорошо еще не понял то есть страдавец бери меня сидеть умирает сегодня мне варфоломеевское утро устроил разбудил в 5 утра я очень поздно лег помонтировал до ночи потом уже утром добавлял то уснул этот проснулся посваливал все на свете магнитур так залазит на холодильнике прыгает и тянет за собой магнит то есть холодильником летит на землю чтобы потянуть с собой сорвать магнит насколько алчный насколько уже извращенный в том як манер достать и чтоб разбудить ну ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй нельзя ж так делать зайчик как ребят за фотосессию что могу сказать ну сказать что стыдно не удобно это ничего не сказать ну потом уже под средину же я расслабился то есть это спасибо оле что она так может, вот как-то так вот, то, все, молодец, то, и как-то так ужасно, я никогда, это моя первая такая фотосессия, ну, знаете, одно дело говорить на камеру, быть собой, а другое дело, когда фотографии, и вот как-то надо что-то изобразить из себя, когда ты не можешь, вот тут ты сидишь, какой есть, с таким настроением, а там надо радость, там, или что-то, ну, ну, не знаю, я в жизни не могу играть, я могу играть на сцене, или там, дурачиться, так, Коля Абрам, это пойдешь своему папе скажешь, что же ты мне кажешь, понял? И даже до папы скажешь, тассив, папа, ты без твою соску и верва, конечно, при памяти, ты прирожденная модель, конечно, спасибо вам за такую высокую оценку, ну, точно, ну, может быть, следующая фотосессия была бы хорошо, ну, я, вообще, ну, ты же артист, ну, тут немножко другое, ну, при чем тут артист? Ну, на сцене артист, а в жизни, это жизнь, я пришел фотографироваться, ну, как, при чем тут артист? Это же не роль? Мне что же бывает неловко, и стыдно, и краснею, что вы думаете, что я, если артист так все, у тебя море по колено, или что? Фотки будут, когда, когда получу фотки, тогда будут, я сам распечатаю, мне пришлют уже просто. Средства были шикарные, спасибо. Симпатюльки, привет. Ой, да там красавчик, ой, да. В общем, двоякое обо мне, или троякое, вообще, мнение у зрителей, и, ну, я не об этом. Я, знаете, песню учил, меня просила зрительница, не помню, по-моему, Донна, Белла, Роза. Ну, я вот, слова еще не выучил, только припев. Ну, мне понравилось. Песня, извините, что с песни начинаем. А двести метров над землей весна до облаках дожди. Цветная радуга Твои глаза Мой ориентир любви А выше неба над землей весна На облаках дожди Цветная радуга Твои глаза Мой ориентир любви Я знаю, что скажешь здравствуй И не встретишь у двери Ты мой мужчина Моя радость Мой ориентир любви А двести А двести метров А двести метров Над землей Весна 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 На облаках дожди Цветная радуга Твои глаза Мой ориентир Мой Шапочка Господи Нельзя согрешить Ну Не в том дело Дело не в шапочке Дело в шляпе Действительно Я наверное Ужасно себя веду Я это понимаю И знаете Вот За мной Прицепилось Такое вот это дурацкое слово Контент И что-то вот последние недели Или полторы Мне знаете Кажется чем трешовее Тем лучше А мне кажется не совсем Это как бы правильный путь Я это понимаю Конечно не хочется превращаться В унылое говно Извините за выражение Такое знаете Чтоб все правильно Я тоже так не могу Ну и чтоб Не идти В погоню Вот за вот этим Знаете Теряя то какой то есть В принципе оставаться собой надо Ну вот короче Что-то хотел сформулировать Это классно Но не получилось То есть я Не за то Чтоб знаете на видео Делаться лучше чем ты есть Ну не хуже хотя бы Или хотя бы хуже Но не настолько Потому что я Думаю я такое уже творю Что думаю Матерь Божья Что Так это я еще монтирую Ха-ха-ха-ха Это еще вырезаю Что самое уже мне даже Отвратительно Поэтому Ну не знаю Действительно в машине Вообще Тем более в машине Надо быть аккуратным Потому что это секунда дела И калейка Поэтому Для контента пойдет А для жизни не пойдет Иногда тебя заносит Ну бывает Знаете Вот как-то Ты думаешь о погоне за тем Вот как-то так Вот я там Вчера вот это снимал видео Там оно в начале В начале Там значит Погнали на квест Я никогда в жизни Так не разговариваю То есть это только ради Дурачения Но мое дурачение Воспринимается что я такой и есть Так получается То есть Мое выделывание То что я на камеру делаю И думаю что все со мной На одной волне В эту же секунду Но надо то состояние Когда человек из другого состояния Смотрит на тебя Ему кажется это насколько мерзким Кто допустим В таком состоянии Тому еще нормально А кто в другом Тому кажется это гадким Даже мне Когда я Вот нахожусь там Смеюсь Гадачок Потом монтирую Что я так Что у меня так вперед А вот тогда перло Понимаете Получается что надо Сбавить градус Вот я так решил Если честно Ну вот Не знаю Дошло наконец Ну так это доходит Вы что думаете Что я первый день замужем Что дошло Конечно дошло Я же не просто так На этот канал веду Что же понимаю Что нельзя И перегибать И не догибать И знаете тоже Вот А насчет лимончиков Не согласен Вырезав вчера Эти лимончики Из трансляции Уже сколько я дурачусь И бурлески Ой дошел до самого дна Вот а что там такого Подурачиться Ну люди тоже Воспринимают по слову Вот это я тут не согласен Тут это именно Артистично с моей стороны Это не я себя изображаю Как написали Что Верка Сердючка Это образ И там вот образ Так это тоже образ Вы знаете у нас в селе На свадьбах На проводах На похоронах Не важно где Любая гулянка Любая застолья Любой повод Похороны Не важно Такое творили женщины Которые знаете такие И там и там и там И с мужем и с сыном И с мужем и с сыном Сразу понимаете Не со своим А с посторонним Так я сколько насмотрелся На вот этих На рынках Когда вот Начинают женщины заигрывать Вот это Вот это вот Ну просто у меня Собирательный Вот этот образ Очень яркий Я могу это изобразить И мне это тоже Извините Придумано Это тоже сделано Это не просто что я Вам это показываю Это тоже Уметь это сделать надо Потому что я насмотрелся На сколько это в детстве Вот как вот себя ведут Как там Ой ленька Ой Да что нацистский Ну то есть Я вот это все У меня в голове Вот это полная картина Поэтому Да не трудное детство У меня шикарное детство Ну конечно вот За рулем Да не надо Чересчур Открывать окно Машину орать Но там вот С вином кислым Было прикольно Когда я тому мужику Шокотыкчево дам кислое вино Это да Это классно Мне это понравилось А вот уже где-то Как-то лишнее Вот это везде сунуться В окно где Ну как-то не знаю Неужели так вульгарно было Край земли Так это я скромно показываю Вульгарно было Да у нас такие Что женщина 60 лет Она 30-летним приспала С 20-летним Пошла заволокла за угол Занасиловала Не было и в Дмитровке ребят То есть всякое бывало Ну Я сам когда монтирую Я думаю Вот знаете такое впечатление Что ты катишься Ну не то что там Ты портишься Я то не порчусь А какой есть такой остаюсь Ну на видео Это выглядит так Как будто вот Самвел ты очень сексуальный был На фотосессии Ой не смейся Аж захотела тебя Марина 500 рублей Ты что с ума сошла Ничего не сексуального Ужасно Я не могу изображать вот это Ну потом я раскладывался Ну это опять-таки Спасибо Оле Там что я как-то Раскрепостился Там ну чуть-чуть Это для меня был стресс И мне спрашивают Зачем тебе это надо было Ну я скажу честно Что Оля не обидится Я сильно как бы не Не выявлял желания Вот именно фотосессию Я хочу любоваться с собой Нет Просто как-то вот Мы познакомились Все она фотограф И я как бы в плане Ну прорекламировать Поддержать Ничего такого там Никаких денег я не брал Ничего там Ни в коем случае Она сама даже заплатила за студию Там немножко доплатил Там за сколько-то За час или за полчаса Доплатил Там не укладывали все время Просто хочется Ну то есть Это не то что мое Знаете самолюбование Вот смотреть на Там я к фотографиям Спокойно отношусь Просто попробовать себя Да было интересно Попробовать себя в таком жале Потому что я всегда об этом думал Думал Какой-то ужас У меня даже когда-то писали Рубашки рекламировать И я думаю Как бы я смог на фотосессии Ну не смог бы Ты денег не брал Ты сам должен платить Шизофрении Ну это как посмотреть Понимаешь Это если б мне надо было Я хотел и нанял фотографа Естественно я платил бы Я не пристал бы человеку Давайте я вам вот Вот я на квест хожу Я бы мог бы знаете Мне писали когда-то Квест комнаты эти В инстаграм писали Что пожалуйста Придите бесплатно За репост В инстаграме За один репост Ты идешь там 700-800 Дривен бесплатно И я ни разу этим не воспользовался Я ни разу этим не воспользовался Я отказался Когда мне предлагали А потом когда я шел Я не говорил Вот у меня есть инстаграм Там 20 тысяч Или в ютубе 200 тысяч Мне бы еще предоплатили За той квест Понимаете Который у них пустует Поэтому Поэтому Если бы я нанимал фотографа Именно мне это вот Хотелось И я люблю Фотосессии Там все Есть люди Которые это любят Я просто поддержал человека Делать фотографии И попробовал И ничего такого Это зачем Я не оправдываюсь Я говорю по факту Как есть Что не говори С лимончиками пошловато Ничего подобного Не пошловато Ходи за рекламу Ну так Ну понимаете Я Ну мне это тоже тяжело Я в этом В плане Закомплексован Есть люди которые готовы к фотосессии Их возьми фотографа Возьми иди фотографируйся А я не могу Для меня это тоже Такой некий стресс Понимаете Оля очень талантливая девочка Она очень Причем она там не так давно фотографирует Наверное пару-два-три года Наверное она говорила Вот Но Фотографирует она хорошо И она вот умеет подобрать Как-то и видит тоже И это тоже не всем дано Я вам хочу сказать Она молодец Она подобрала Какие-то образы То-се Даже показала какие-то фотки В каком бы Виде Вот мне понравилось А так Привет Оля привет Кстати у Славика Завтра день рождения Наперед поздравлять не буду Но У воленого мужа Потомник Поэтому С наступающим не буду заранее А чего ты стеснялся? Ну потому что Я говорю Ребята Ну это не совсем мое Вот есть люди любят фотосессии И не идут туда как на праздник Я так думаю Ну я вот Пока так не знаю То есть Ну не мое Я не готов к этому морально Когда С Томасом У Томасу фотосессия Вот это была бы красота Вот это б я хотел бы Вот это б я нанял бы фотографа Вот это Оля придумай для Томаса Мы с тобой выберем место И пойдем Я Колю попрошу На машине отвези До студии Этого красавца И мы с тобой Сробим фотосессию Оце будет шикарно Оце я хочу Да Я как я А ты звезда Эх Эх Так я делаю Эх Это вообще код для рекламы создан Вот и код Красоту Мне на диване не стеснялись Потому что Ну при чем Ну что вы не поняли Что я говорю На диване это одно И выкабучиваться В том настроении Которое мне идет Сейчас Мне некомфортно Я никого не вижу Ничего Мне надо встать Как то Вот как то так Ну это знаете Надо иметь Это то же самое Что выгони меня сейчас на подиум И скажи И ты модель показывай Будут идти модели профессиональные И я пойду Конечно мне будет стыдно Причем тут уже я на диване вы делаю Ну как я буду Надо уметь Это надо навык Что фото Фотографироваться любит Я вообще Не очень люблю Фотографироваться У меня в инстаграм Вы видите Я даже если куда то отдыхать Так у меня три фотки за отдых За две недели Если не меньше Ну и сам делал вы дарите позитив Спасибо вам за это Спасибо вам Наташа Ну Ну Кому позитив Лимончики Мне кажется Ну вот это насколько Я раз двадцать Пересмотрел это видео Ну вот мне нравится Особенно когда она Ему Она Я даже не говорю что я Понимаете Что кажут Вот Верка Сердючка Это образ Извините Это просто я дурачусь Это я Это образ Это не дурачение Что просто я там что то дурачусь Я пересматриваю Так и я сам сидружу Я думаю Может я уже чокнусь Чешу Я так уже жду фотки Чтоб быстрее получились Мне Скинула Зрительница фотографию Я не знаю Откуда она ее взяла Но откуда это скинула Ой Оля мне фотку скинула Сама даже Если не против Да конечно заливай Инстаграм Я тоже заливаю Ой класс Ой вообще Ребята Вот фотка Вот вашу мать Что значит фотосессия Смотрите Ну как красиво Вот конечно красиво Вот оно сделано Вообще обалденно Смотрите Покажи Класс Вот вам и класс Спасибо, напишу. Спасибо, я тоже... Я тоже выложу. Я буду все фотки выложить. Хай будут. Я не веду свои... Свои это самое... Шикарная фотосессия. Увидела тебя с другой стороны. Такая дужечка. Бестов ты бест. Чмоки. Ой, ну мы чмоты. Ха-ха-ха. 100 рублей, американка. Шикарная фотосессия. Видела тебя с другой стороны. Такой дужечка. Бестов зе бест. Чмоки. Спасибо большое. Ну, с другой стороны. Вообще, я вам всегда говорил, что я очень стеснительный. Я могу на камеру. Я могу вот для кого-то, для чего-то. Когда я сам, я вот... То ли во мне комплексы, то ли во мне вот такая стеснительность. Я стеснительный человек. У нас были дети в селе, знаете, которые идешь ты с пирожком. Они у тебя так вот изо рта забирали. Или, ой, дай конфету. Дай. Дай мне, дай. Дай. Вот так вот. Мне давали, я не брал. Эдик, точно так. Давали, мы не брали. Потому что, ну, вот как-то стыдно. Мне так вообще провалиться. Мне пацан забором прижал. Парень там был целеб, а сосед сожил. Я что-то пришел там, чей, грушки какие-то, че шо. И он закрывал ворота и взял, а я стоял, стыдно было уходить. Стоюсь тут, стыдно уходить. А он ворота закрывал, нашел и прижал мне палец. А я не могу выйти, я не могу ему сказать, что у меня прижатый палец сильно. Я не могу выйти. И вот я стоял, стоял, а он ушел, а я стоюсь, стою минут 20, уже палец чуть не синий. А он говорит, я тоже буду петь лимончики. Филипп Киркоров. Нет, Филя, у меня авторское право. Не позволь. Хотя пояс твоих песни. Щеки большие на фотке. Извините, они еще больше в жизни. Щеки большие на фотке. Что же вы хотели? Я тоже не люблю, знаете, когда до неузнаваемости тебя отфотошопить, что ты, понимаете, ты не ты. То есть это тоже, в этом не есть прелесть. Одно, знаете, искусство фотографа показать тебя в каком-то красивом ракурсе или выгодном. Лимончики надеюсь. Нет, лимончиков. Вот смотрите, и морщинки есть, и все есть. Ну и подвороток раздвоенный. И вот, не очень-то и это самое. И вот оно натурально. Это еще красиво, красивый ракурс, понимаете? Красивый ракурс. И пальцы, и все. Мне именно хотелось так вот с роялем, чтобы... Марина, может, знаете, Марина 100 рублей. Цветы гробы, цветы гробы, цветы гробы, цветы гробы, привет. О, цветы гробы, привет. Да ты пропадал. Попрошайки. Эфу. Эфу, не фу, не фу, а фу. Марина 100 рублей. Лимончики надеюсь. Тут Алла Ковальчук подписан на 100 рублей. Это пиар-менеджера Алла Ковальчук. Цветы гробы, цветы гробы, цветы гробы. Ну, так, короче, понятно. Где ты, тебе простой, ты должен был, или ты должна была высплать за те дни, где ты была? Уже люди питали, где цветы гробы. Плохо работаешь. Давно уже не было, да. Это удачно. Вот именно, что вот в том-то и прелесть фотографа, что и глаза тут выразительные, я смотрю. Правда, один право, другие влево. Красиво. Мне нравится. Я не всегда себе отнюдь вообще на фотографиях нравится. А цей просто красота. Я собескачиваю. Спасибо, Уля. Ссылку на Улю я ставлю в Инстаграме. И у меня под тем видео в Ютубе тоже ставил. На Инстаграме. Если вдруг кому надо, обращайтесь. Я думаю, что... Человек работает, она показала мне свои работы очень обалденные. Просто молодец. И вот человек-любитель. Причем она, у нее образование совсем одно. Она рассказывала, она работала учителем, преподавала в школе. Все. Говорит, вот захотелось, и вот хоть убей, говорит, и на курсы ходила, и все. Видите, всегда надо идти за мечтой. Хобби, да. Хобби стало профессией человека. А мы где можем? Ну, наверное, на ее страничке в Инстаграме, если она выкладывает фотографии своих людей, то может быть там можно посмотреть. Наверное, не все как бы разрешают выкладывать. И настала ее работой, так сказать. Сева, привет, я вчера у тебя во дворе под балконом была, когда ты делал трансух. А что не под дверью? А ты мог бы на сцене театра голым сыграть? Я слушаю Орию Герцог в Большом театре, тенор был с голой попой, наверное. Любить принцов. Ну, с голой попой смог бы, с голым... Да нет, смог бы, а в Германии постановки идут абсолютно голые, полностью весь театр, хор, все солисты, Гаряком, плащах, Генделя особенно очень ставят, любят ставить почему-то раздетыми. Не знаю, Сопронисты, причем там все голяком. Есть такие постановки, но я бы не очень хотел. Я все-таки сторонник того, что это не должно быть прямо до такого находить, что... сэжный бордель, как вкратно... Я себе даже такого не позволяю в Ютубе. Не то, что со сцены театра. Ну, если как выразить что-то, знаете, чтобы не было, чтобы люди не цеплялись за вот... за декорации, за какие-то это, а вот именно чувства играть, тогда может быть только угодно. То есть, если для определенного... для определенной режиссерской задачи это может быть прием использоваться. Ну, и то частично, и эпизодично, а не всецело, знаете, на протяжении всего спектакля. Конечно, покажу фотографии, может даже потом сделаю... как сказать... Может что-то напечатаю, распечатаю, ну, может подаюку, может как-то разыграю, но когда глупо свои фотографии разыгрывать, знаете, вы можете тоже их скачать и сделать. Ютуб не пропустит, а так давно с голой жопой бегали кувелдикам. Ой, господи, чтобы себе пропиарить, можно с голой жопой бегать и в Инстаграме, и, знаете, привлечешь зрителей, на канал, понимаете, можно было при желании бегать голым в Однокласснике, ВКонтакте, во всех других соцсетях и давать вот мой канал там в Ютубе заходить, и можно было так делать, ну, а зачем? Это тут не в дело, что Ютуб не пропустит, другие пропустят. Поздравляем с Ютубом, я знаю, ты так, мне так, что-то жалко было Олю поначалу, что-то она мне говорит, так, а я как-то такой зажатый, думаю, ой, мама дорогая, что ж я это самое совсем, но потом отпустил. Теперь вообще зазвездишься. А говорил, что себя не любит. Ну, при чем тут не любишь? Ну, до такой степени, чтобы маструбировать. Понимаете? Так, сейчас я выложу, подождите. Добавлю в Инстаграм. На Инстаграм наведу. Люди в Инстаграме с меньшим числом подписчиков и то деньги зарабатывают. А я и там следую, я как плохо. Так. Далее. Изменять я ничего не буду, потому что введите подпись. А мне как ввести автора? Мне надо автора ввести. Я хочу сделать Ольгу. Спой, пожалуйста, песню, какую захочешь сам тогда. Сейчас, подождите, я посмотрю, как же. как подписан у тебя? Олга Горун. Горбачева. Так, подожди, я хочу добавить фотографию. Секундочку, извините, что... напишу фотографию. Олга Горун. Олга Горун. Паша Мошин. Прям звонишь мне под руку. Напишу фотограф. Фотограф. Мне всегда знаете, тем более, это зрители мои. Они давно смотрят, тут... Артём и Оля. Они давно смотрят каналы, таким занимаются. почему не поддержать, не... с огромным удовольствием. Так. Тем более, хорошее видео снял. Олга. Нишнее подчёркивание. Спусти старую суку в трансляцию. Может, она сдохнет в прямом эфире. Инцест, инцест, инцест. Подождите. А кто знает, она пишет? Фото покажет. О, нашёл, всё. Фотограф. Поделиться. Всё. У меня фотография в Инстаграме. Инстаграм, кстати. Видно. Сейчас полетят лайки. Показать вам, как летят лайки? Смотрите, как двигаются те, кто ставит лайки. Чтобы вы знали. Какой скоростью летят. Класс. Лицо хорошо. Ну, чё сидишь, ладно, над роялем сидишь вот так вот. Прикольно. Мне нравится. как бы назвал кафе. своё кафе? Не знаю. Пирла с урлы. Пирла эндурла. Назал бы своё кафе. У меня пошло, как-то было. Так, Марина, 100 рублей. Спой, пожалуйста, песню, какую ты захочешь сам тогда. Спасибо, Марина. Алла Ковальчук, 100 рублей. Пусти старую. Да, обязательно. Так, как ты знаешь. Так, как ты хочешь. Мало шлёшь. Кафе назывался бы Ковальчик. Тоже идея. Жабуры. Кафе, большой лайк, фотосессия. Супер, спасибо. Назывался бы кафе за жабуриня. Ой, я себя увидела, видите, когда фоткаю. Только не по, ради бога. Мне в Ютубе так лайки не видно. к сожалению. Только под теми сообщениями, что вы ставите. Видны, кто ставил. Или уже даже не видны, не помню. Привет из Уфы. Привет, Евгения Крисская. Жабурыния, это то, что плавает от мяса на варе. Спасибо, кто лайкнул. Кафе Жерловулкан. Кафе, где сам у меня шляпка? Сейчас приносим. Не знаю. Вот для чего она мне встала эта шляпка, чтобы потом Домас мне с ней помочь спать не давал. Я поставил у меня ночью встать, запятить ей в шкаф. Не знаю, на кой она мне нужна была эта шляпка, понимаете? Ну, для контента. Вот все, понимаете? Я бы жизни пи и не взял. А мне написали люди, что говорят, там, если кто-то узнает, что ты типа украв шляпку выгонять охранника с работы. Так я вам скажу так, что заходишь в ресторан, вы видели видео, пусто. Заходи, выходи. Охрана, кто зашел, кто пришел. А завтра я поеду и несу медведя, того живого, ну, мертвого, чучела. То знаете, сколько той медведь стоит? Или что-то другое, там, по цене, захвачу и выйду через охрану. Так можно, надо такую охрану и как бы немножко построить немножко. Как вы думаете? Если бы я был хозяин ресторана, и мне так могли зайти, взять. Хорошо, что я взял шляпку. А другие зайдут, я возьму одну шляпку. А что здесь другое? Поэтому, знаете, если бы я был хозяин, как на это смотреть? Если бы я был хозяин ресторана, мне бы не понравилось, что моя охрана, завтра вынесут еще что-то, охрана будет сидеть вареником и торговать. Поэтому, с какой стороны смотреть? Хай работают хорошо. Что упало, то пропало. До свидания. Ну, что я не вернул? Через суток. А шоколадку не брал, Подай. Метель, чего я взял шляпу? Ну, дайте, люди мои, бедные, самые мини-местные, на дорогу до хаты. За шляпой. Маму надо так посадить видео, тоже для треша. Мама сидит, такая, в жаркий день, по дороге вывез, тебя посадить шляпу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вот такие дурни, у меня идеи. Вот, что ты можешь сделать? Для того, чтобы вас повеселиться. Это значит, что мама попрошайка, булав, если бы я так сделал. Вы понимаете, какие у меня... И мне кажется, что это круто, хоть от убыся. И у меня эти загораются, все, мне надо срочно делать. Как, значит, про тетю Валю вы сказали, что, значит, а, тетю Валю, мама наговорила, оклеветала тетю Валю. Знаете, кто-то, что, за чистую монету, кто-то принял? Хорошо. А когда я говорю, моя прокойная бабушка, Настя, была угнана, Голицыным, чуть никто не написал, что ты покойницу трогаешь. То есть, двойные стандарты, получается. Ну, я же в этом прав, прав. Поэтому, ну, странно, не знаю, как-то странно, что одно вызывает то, другое то. Что там оклеветало? Или правду говорить, или ничего. Это там правда страшная. Там правду говорить нельзя. Там можно только придумать, пошутить, а не оклеветать. Взял, кстати, Оли, вот, я что фотографировала, взял рецепт. Обалденный! Она приготовила, но я не снял, вина там, квакну, короче, она меня раком, сейчас там. Мамке можно понесли, сейчас я покажу. Обалденный! Она, ну, типа, чизкейк, но это японский чизкейк. Очень классный, я взял рецепт, я приготовлю. Она тоже нашла, где-то в интернете, мне поделилась. Толоточек надо отдать, кстати. Вот, я говорю, зрители, кто чем-то занимается, они ищут пользу с канала, с того, что можно, а мне, мне тяжело прорекламировать или что-то сделать. Или какие-то там, господи, вот не надо мне просить рекламу, вот канал мой, вот там казино, меня 150 раз просит. Смотрите, раки, живи. А вот у кого есть какое-то дело, да господи, я приду, сниму, что вы делаете, своими руками продаете, че вы там салон открыли, мне даже не надо делать макияж и брови мне не выщипывать, я просто сниму, покажу и мне, видео сниму, и вам это будет реклама, кто зритель, естественно, на ютубе. Почему, что мне это, в падлу делать, не в падлу. Раки обалденье, это есть такая фирма, там заказываешь, я не знал, что там заказываешь, такие раки. Тебе я делал знаки, что у меня пакетики раки, что дом мой открыт, в нем пиво стоит. Тебе я делал знаки, но кончились пакетики раки. Приезжай ко мне булочка, снимешь контент. Только не пой, ну, батюш-то, кому-то не пой, а кому-то пой. В следующий раз вынеси полу-ресторана и понесу. Первый раз, первый раз, ой, пропустил. Первый раз нормальная песня на канале. Еще и с собой дали, молодцы, да. Хорошая семья, муж, насколько он разносторонний, музыканты, музыку пишут, и все там, и программа вот этих там монтирует, супер разные, ну, не знаю, хорошая пара, ничего нельзя сказать плохого. С юмором, простые, на вы, наверное, господи, давайте уже на ты. Артем каже, ну, я, каже, как бы, может, больше вы... видать, ты много не вы, все равно, и провожал, наверное. Все, мы вернемся, не вернемся. Да, там, что остановили машину, там, я не знаю, там, действительно, машина дернулась немножко, вот это у Коли, когда я их обзорлю, машина немножко, полицейская, она дернулась, потом они показывали, оно там не видно, как дорога летит, непонятно. Ну, вообще, какая-то... А я вышел, думаю, сейчас мы уже узнаем, знаете, думаю, если наивный албанский мальчик, то скажут, ничего. А девочка, ой, вы с мастер-шефа, а той уже там стоит с Хорей. Значит, давайте, можно с вами сфотографировать? Да, думаю, может, она там шепнет, ушел, типа, да ладно, это самое. А она не шепнула, как бы, и уже я пообещав, и как-то неудобно было, думаю, ну, ладно. Кажет, тут я в меня в тюрьму сейчас, отбегал бы сюда. Да, да, тебя забирают на фоне, кажет. Ну, в машине себя, действительно, вы правы, так вести нельзя, наверное, это... Воровство это некрасиво. Какое воровство? Я взял и пешок, я шо, краф? Я взял и пешок, взял шапкой на голову, че я буду крас-то? Я взял, красивая шляпа. Мадыряла. Малыпи хорошеньку мне не дать. Привет вам. В ресторан. А на месте дирекции я действительно смотрел бы, шо творится на территории. Шо это за фигня? Давай учиться, Владимир. Ну, Коля обещал, шо получил. И люди пишут, да, я почитал, шо. Ну, вот, сам я считаю, Коля рабом своего машины, шо он дал денег, долг, шо там это самое, шо я знаю. Ничего я не считаю. Коля уже вчера отдал 500 долларов мне. Цвету бы ему пришло, он дал уже 500 долларов. Так шо. Причем тут это? Да, Коля хорошо будет, потому что я, ну, ты ее туда вешал, что просто взял. Не вешал, нет, ну взял, вот и все. А я говорю, люди судей, хэрли судей, это с их детей нагулял. Сама удивляюсь, почему ты мне еще не надоел, Наталья Чайка, не знаю. Через эту шляпу макароны, да фу, ты там одевал для фотографий. А тебе нравится, что ВК заблокировали, топ-топ. Тебе другие, то есть, плюс, 5 лет. Сколько будет стоить реклама канала у тебя? Рекламы канала я не делаю, к сожалению. Не делаю. Я рекламы канала могу делать, если мне что-то вот понравилось, я сам как-то нашел, сам как-то вышел. То есть, ну, ну, ну вот так. А когда меня люди навязывают, вот скажи про то, скажи того. Я хочу говорить про то, что хочу я на своем канале. А не кого-то, чего-то, понимаете, там. Если кого-то что-то цепляет, они знают, что меня что-то цепляет, понимаете. Когда что-то такое я вижу, так я с удовольствием и говорю. И по сто раз, вы еще кажете, это хватит надоело, я все равно отвечу. На всеобщий ютубовский суд тебя дамян. Что за ресторан, который наключает клиента? Ну, який ресторан? Який, хуторок. Любыми ресторанами кучами, кстати. Криптоман. Ой, вы знаете, я вообще завязал. Вот. Цитаки. Тряхнул стариной. Прошло время, как я чемоданы вынулся на кассу. Поэтому. Если охранник увидит это видео, ну так, значит, он будет стараться, чтобы это видео не видел и хозяин, потому что это проблема охранника, не моя. Понимаете? За это даже не моя административная ответственность. Это шляпа трикопительства. А если бы ты снял снять видеоклип, а тебе исполняя оперную песню, а рэп исполнил бы Коля в дуэте, зарабо весь YouTube. У меня вот это таланта не хватает. Я, знаете, я всегда мечтаю, когда выходит какой-то клип, любой, мне хочется бежать на набережную в красных вот этих чулках и там снимать пародию. Но только я этого не сделаю, я остываю. У меня нет таланта. Я не могу монтировать, не могу вот это все делать. Да, о господи, это воровство, это воровство, боже мой, это грех, в аду буду гореть за это. После, в другой раз поеду, занесу кину, скажу, охраняйте свои дырявые шляпы. Зачем ты, если я нафоткался на память, что ли, или для рекламы? Для рекламы чего, скажите, пожалуйста. Пофоткался, не знаю, решили, что давай вместе, давай вместе. Не верила, что вы ушли. Ильвира Гребенкина, не верю, что вы украли шляпу. Я в шоке. Ильвира Гребенкина, девочка моя. Я начинаю в таком шоке. На востоке заворосту руку. Мы не на востоке, мы украли. Спасибо, Ильвира Запада. Куда приедешь в Тбилиси, он, я же тебе выкину с балкона эту шляпу. Украфтай, украфтай. Господи. Какой есть, такой есть у тебя фильм. Вот единственное, что мне не нравится, что я вот этот контент, и знаете, и чертишо уже готов делать, как-то развязно говорю. Даже не то, что я делаю, а то, как я говорю, мне не нравится. Я начинаю григотать причиной-безпричиной. Ну, тогда мне смешно, и я это прямо аж... Ладно. Что было бачено, что будет побачено. Я так считаю. Неужели? Ну, неужели, представляете? Так, я играю. Знаете, типа у меня причесало, я сидит таки. Ну, и правильно, что взял, охранять лучше надо. Ну, вот именно. Завтра, кто-то придет, а вынесет пол ресторана. Охранник будет сидеть спать, кибитки, или что-то там, заниматься чем-то. Работать надо. Зазвездил, саварю. Весь ремюрек ничего не тырит. А что там тырить? Не, не, в театре ни разу ничего не украл еще. На шоу нам надо. На барахла дома. Тырил бы что-то поприличнее. Так, зачем мне не надо? То, что поприличнее, я могу купить. Где лечить, пока не поздно. Да, Оля Ангел, наверное, уехала, да. Не, уехала. Сегодня же 28 число. Да, уехала. Придумал оправдание себе. Наталья Самонова, это оправдание. Тут ничего не произошло, чтобы оправдываться. Я мечтаю это воровство. Все. Я взял для контента. А контент на разноплановый. Скажите спасибо, что я что-то с другими сделал. Там у меня посреди ресторана и не снял для контента. Нет, это крас. Воровство и смешно, да? Ну, тут смешно, ребята. Ну, что я могу сделать? Где смешно, там смешно. Где мне нравится, там я говорю. Разворовались в страну. Это не кража, это ограбление. Верни шляпу и пакет. Такий пакет. Что, правда маму шляпой посадишь? Хубань, безумнение. Я придумал просто так. Ну, можно было сделать такое видео, типа, знаете, издалека, там, смотрите, какая-то женщина. Я иду в магазин, так иду, вот, знаете, снять. Можно было видео. Выхожу из маршрутки, маму посадил, Коля, Коля помидай маму, маму повеснил бы все. Мама в сила. Я с маршрутки выше, представьте, я перехожу дорогу, стоит женщина, скажет, ну, все равно так, нарезать, и знаете, очки черные там одеть, типа, представьте, как капа, это была комедия, одеть маму, она сидит на калинах, ей там подушечку подклала, и в жаркий день подошел, сыночек, дай на копеечку, мама, ты же, тетя Таня, такая больненька, дайте, пожалуйста, кто-нибудь, женщина, осознает, а я иду снимаю, и даю ей деньги, и между прочим, захожу в АТБ, там скупляюсь, и ухожу домой. Это для меня было просто, вот сейчас я просто это придумал, это было прикольно очень, что я прохожу, вот так вот, все узнали, это же я для вас делаю, чтобы вам было прикольно, вот там Таня, ха-ха-ха, ну все, это же понятно, что это постановка, а не просто мама сидит попрошайничает, ну вот, почему у меня вот такой склад ума, я не знаю. это сейчас вот в брыллу, про шапку, думаю, зачем шапка, ну вот, я хочу это видеть, ну это как прикольно было, если вот так вот, я просто типа делаю вид, что я не узнаю там, женщина там, ну вообще откуда вы, да, я-то, то, то, ну ладно, все, или там вообще просто, деньги мимо пройти, знаете, за ТВ, потом выходишь, опять она сидит, у кого-то другого просто, ха-ха-ха, капец, решили пофигели, вот это мне не нравится делать, это, ты никого не унижаешь, ты именно своими, со своими артистами, яки у тебя снимаются, делаешь прикольные видео, это смешно, не знаю, что-то, вот что-то у тебя, не знаю, я просто не понимаю, когда вот этого не понимаю, вот честно говорю, одно дело, похабно себя везти в машине, там, давай, Коля, газуй, давай, фу, я этого, я в себе это, вот когда монтировал, ненавидел себя вчера, ночью лежал, неправильно в принципе написали люди, ну там, ну только что, не считай, что Коля мне не должен, что-то отдать, то, что должен, но просто в том дело, что самому противно это было слушать, то, что я монтировал, это еще повырезал оставим приличный но я там, давай, кто едем, да, так, фу, блин я не так их но выложи, потому что шляпку у кроватого я же промонтировал, самое пошлое повырезал самое мерзкое, что я внес ну жилю, ну знаете, погоня за тем, что ты думаешь, что надо вот что-то другое тут же тоже, вы же не понимаете, что много людей смотрят и кому-то кажется так, кому-то так, кому-то то а ты думаешь, что тебе, вот чтобы оно прикольно было, чтобы оно там что-то новое сам белточка, вы сделали рекламу этому ресторану шляпкой из итальянской соломки вот именно, все должны приплатить причем, кухня хорошая у них, Масик, 100 рублей спасибо, Масик ты правильно написал просто, знаете, думаешь, что вот для контента вот снять вот это, вот это будет прикольно чем ты дурней, тем ты вызовешь что-то нет, ты интерес не вызовешь больше ты вызовешь просто люди-то будут смотреть, но будут смотреть уже и с другим отношением понимаете ну то есть тут тонкая грань и тут надо правильно стыдить это и так красиво суть я же говорю, побачим, что дальше який чемодан вернуть чемодан во Франции свысил свысил и не для себе, для парня а парню за 20 евро не заплатил а потом через 2 недели то чемодан тяга уже пасла я вам указав автобус ладно, давай еще один укладу за 15 евро не стоит 35 еще муравьи были в ресторане может потому что улица не знаю 826 лайков сам себе лайк поставил ты прав с другим настроением да, вот именно ты будь с собой не видел это ну с собой, вы знаете, я сам заунылый человек, чтоб вы знали я сам по себе унынье я вот такой и только когда я так воспряну духом и мне хочется в этот момент снять чтоб не ходить вот таким понимаете ну у меня бывает что я вот такой хожу целый день а потом у меня такой всплеск и меня начинает рвать понимаете и все туда надо вложить ой, короче дурак поэтому что тут скажешь что еще украли с Николаем Николаем ничего не украл ну и будь унылый за то собой ну а кто будет тебе унылого дивиться кличка мозга крюлька ты первая напишешь ай, фу, черти что ты видел сколько дизлов за последнее видео я наверное видел но я не совсем ну при чем тут дизлайки ну при чем тут это не я не о дизлайках говорю мне не дело в дизлайках или в лайках или в чем то другом не в этом дело абсолютно видел вот ночные приключения штрафов 880 дизлайков ну и что отвечай на вопрос 505 с мамой вот это продукты с рынка зерка 1179 почему то непонятно почему страшная тайна тети 1500 дизлайков 2700 лар фотосессия 189 дизлайков что спросите чего лимончики 970 дизлайков разве лимончики могли набрать когда ты смешишь людей и вырезал из трансляции из той тебя тебе подивились меньше чем трансляции это видео а дизлайков больше чем той трансляции в трансляции 505 дизлайков за всю трансляцию умудрился собрать а тут только за 10 минут и стоит трансляции 970 и в два раза меньше посмотрели вот и пойми вас поэтому что я могу вам сказать тут не дело в дизлайках я не по дизлайкам говорю дизлайки лайки оно одинаковое дело каналу движения то десятое дело но я говорю о том что по комментариям значит не всем смешно ну значит не всем смешно ну а то мне смешно поэтому уж что я менять не буду что мне смешно это что мне нравится 100 процентов юлия так невежливо с собой разговаривать на рыбалке и в машине татьяна москва это это то десять рублей спасибо вам большое почему возвращали так невежливо с тобой разговаривать на рыбалке в машине это ребята не вежливо это просто так мы общаемся мы так привыкли и я точно так общаюсь и это еще тоже и на камеру поэтому нормально невежливо я с тобой если мне не нравится я не позволяю общаться вы не думаете что я там могу где-то смолчать если я чувствуешь у меня это за день если меня только где-то задевает вот я вам честно это касается всех с кем общаюсь если меня где-то задевает что я чувствую что человек что-то какое-то самое у меня но у меня я вспыльчивый по характеру я не могу сдержать понимаете если мне что-то не нравится сдержать поэтому если меня где-то заделать от не сдержался нику николин и юлины не весенными никому поэтому точно также игорь уже в плечевый близнецы если где-то нет не то что на камеру ну просто мы так общаемся меня там ничего не напрягает если если что-то это даже я реагирую меня как локатор понимаете не чувствуешь что-то тебе не так и все он сразу выдают ответ поэтому все играют а так хорошие люди видела поняла ну а какая я спыль чего-либо сладко ну так что сделаешь мы такси таки ты на нас только гавкаешь то где я гавкаю скоро 8 числа игорь день рождения короче веди себя прилично он с юмором да дадешь найти ту грань топ топ тебе нравится что ты ты мне не надоев стоит выблокирую детский сад тут не надо было контакту взрослые люди ведут беседу нравится что заблокировали контакт нет не нравится веди как хочешь то понятно что как хочешь но просто вот я когда знаете чем-то согласен чем-то не сама про тетю валю абсолютно не согласен что тут придумали опорочили тетю валю чисто на этом и там правду рассказал господи это шутка понятно с первой минуты только с видоману можно было смеяться а все остальное не знаю дизлайки самые искренние наверное я тоже думаю что дизлайк если ставит так от души тебя пошлый юмор то но вот признайся этой машине себя на камеру так ведешь так я об этом из наше видео трансляцию конечно на камеру конечно ну как но где-то ну то есть позволяю себе вот я если если была выключена камера я сидел вот так просто ехал вот сидел бы просто ехал вот так бы сидел и ехал бы молча пристегнутый ремен досидел бы комментарии так читал больше ничего не делал может что-то интерес бы вызвало это бы посмотрел абсолютно спокойно и ровновешено ехал на камеру вот это начинают там это самое ну что музыка ты подпеть хочется окно там там угрик не думаешь для трэша она тебя заводит вы же понимаете что но тебя заводит ты не сам то что знаете так включил к нет ты включил начал снимать тут музыка как зараза тут все себе перехожие ты ему там крикнул что-то она тебя само заводит понимаете как актер ты никакой геля кац нет как актер и очень хорошая ну а зачем так орать машине чтобы вызвать негатив себе то я знаю это свои понятия юмора короче дурацкий юмор хозяин не обменяет набор в плюсе будет реклама бесплатно филатова юля хозяин не обеднеет наоборот плюсе будет реклама бесплатно может это и хуторок брать там шляпу захочет обреть там медведь стоит за углом сразу и через проходную тянет медведь видели как мы эмоции шизофрения ну честно но вот это детский сад вот эти я никогда не любил театральном институте или где-то вот это эмоции дает детский сад дай эмоцию такую дай эмоцию такую это можно все делать но это не момент когда ты думаешь у тебя вдруг подмышки споте или вдруг там ты где-то мокрый где-то ты прячешь свой жир потому что думаешь как это будет на фотографии еще дать эмоцию то есть в театре это все ты не думаешь ни о чем ты думаешь только внутреннем наполнении туда совсем я никогда не любил вот эти детский сад театральном институте ниточка иголочка вот это это узелок затягиваешь потом берешь эту иголочку там там допустим протыкиваешь туда берешь там за это самое я вот это терпеть не мог это бред это абсолютно к актерской игре не ну да это концентрация не больше я люблю именно играть мне нравится пьесы было отрывки монологи да все остальное ерунда это костыли для ремесленников вот так я бы сформулировал вот это все костыли для ремесленников а для талантливого человека костыли не нужны для спортсмена который бегает если у него с аппаратом все нормально ему не надо костыли понимаете костыли то есть помогательные нет меня по актерскому мастерству пятерка я всегда на курсе хвалил очень антима георгий павлович когда я учился он говорил что или вы все делаете плохо или или саммел делает неправильно но делает это очень хорошо и понятно все что он делает или вы все делаете плохо или один саммел делает плохо но или как он говорил или вы договариваемся мы что-то играть там играем какой-то сцену какую-то и вот он говорит или вы все плохо играете а сам вэл хорошо или сам вэл что-то не то делает а вы делаете что-то другое что мне не нравится а вот то что там не то делает это очень хорошо так вот например может вся же учеба может все же учеба а не костырей кира иванова знаете когда приходили талантливые актеры они играли уже сразу с первых курсах и убрали театральные эти и даже в кино брали везде есть и актеры которые даже без образовывать как пуговики допустим он там из образования я вам скажу что учеба естественно можно научить психолога можно найти от природы из психолог есть перед природа есть ученый понимаете вот зыкина было от природы пела потом она аж 40 чем-то чего сколько лет закончила огнестиных а пела поэтому о чем говорит талантише ему не надо как-то нотку с ноткой соединять она пела вовсю выше ниже больше громче тише вот и все зачем ей было учиться до учеба есть но учеба наежу для ремесленников то ремеслом занимается на сцене а для талантливого человека принципе это все лишь бы для диплома на лёша от природы для меня всегда цена когда артист импровизирует допустим мама если взять маму если с точки зрения актерского мастерства она смешивает я и сказал то 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 надо сказать и она смешивает от я то что было поэтому она себе помогает органично говорить вот эту ахинею потому что лету туалет и знаете как в селе были туалеты такие деревянные там там были посадки то есть она говорит правду сейчас а вот и там такие курини лапы все ни туалета ничего мы кинули все тивали нема и вот начали звонить село она вспомнила что контора что был рассыпной то есть она себе помогает вот этими мелочами разными как бы сбрехать понимаете сыграть остальное вот а если дать допустим чайки аркадину сыграть или там я не знаю какую-то одну из сестер в вишневом саду то вряд ли мама справится понимаете вряд ли потому что это надо это не просто вот такое народное знаете что придумать и на это жена придумала это еще не актриса что придумала мужу что она беременна и муж поверил она так убедитель ему сказать еще не актриса знаете тут дарование на сцене это делать и других ролях а не просто от жизненного такого вот как она типа дорожная вот кто-то написал комментарий что в маме умерла дорожная вот я думаю что мама помогла сыграть такие бытовые как любовь и голуби могла сыграть да ей это понятно а вот то что не понятно сыграть другой образ на себя аристократку натяни там манеры возьми как ты сыграешь надо уметь твое мнение мужском макияже что значит мужской макияж что мне сделали ну скажу что не совсем как бы удачно как помену настоящему актеру браво новую песню нравишься миде фоменко спасибо наталья васильева 100 рублей скажу что не совсем как бы удачно у меня она в жизни она выглядела то что сегодня загримировали ну но могло бы быть на фотографии может это специально для фотографии тяжело судить не знаю но вообще я не красу это геликатиста шансе на двадцать три дюймовом колесе это конечно всякая песня такая мне так нравится она я вместе с татуей вам спил жест привет я вчера обалдел когда в коле заиграла звеный я уже час на где все отдай шляпу охраннику то не ладно это уже лично знаете когда-то я был в клубе ночном и там у человека упал паспорт и увидел что другой человек поднял паспорт и подал отдал паспорт и у тебя это было тут ему спасибо и тут же у другого человека упала короче какая-то кофта там я поднял ту кофту ему даю у вас упала кофта мне кажется этого нельзя делать то есть это одно дело паспорт упал другое дело знаете это футболка свалилась а ты пошел ну как-то вот чтоб крайности не переходили но я не понял что я сказал когда увидим фото с фотосессии уже сегодня увидели показывал я забыл а что я хотел спеть акка тебя ждет да напиши мне никто за ты почти миллион просмотров видео с аккой там за одно только там их куча знаете сколько это вообще стоило если бы нанимали блогера как говорится а я за вай фай да за пожелать даже долгом не выпил никакого напитка дорогого ну все-таки не важно мне тогда это было выгодно и слава богу и мне не было что снимать и мне было интересно и я сделал пользу и все хорошо мне помогли я по идее так ну могли при может предложить бы ну и наивные я по себе сужу я в себя позвал сам приезжайте к нам еще сколько уже зрителей поехал в парку но они не нуждаются наверно в клиентах нет а не так сейчас раз еще раз пою а сикши страшно А двести метров над землей весна На облаках дожди Цветная радуга, твои глаза Мой ориентир любви А выше неба над землей весна На облаках дожди Цветная радуга, твои глаза Мой ориентир любви Цветная рада Те так шоб закрутить А закрутить не? Те так шоб закрутить не Те так шоб закрутить не Репертор мне очень нравится Репертор учить В память Татьяны Константиновны Звинить в зорях небо чисте Палае синів льодом шлях Не наче дерево без листе Стоїть моя душа в полях Не наче дерево без листе Стоїть моя душа в полях Як надій шла любовь правде шнях Як надій шла любовь правде шнях Любнула при горщу тепла Моя душа в полях Моя душа не бов черешня Она снігами затвіла 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 Не на чей яблудя в плода, Моя душа над снегом стала, Не на чей яблудя в плода. Каждый раз прохожу, думаю, нет Тетяны Константина, Денушок, а ты ее ждал и там сидел. Нема. Очень душевно. Спасибо. Оля, 200 рублей, спасибо. Спасибо, песня ничего не скажешь. Спасибо, песня ничего не скажешь. Ну что, жаль женщину, жаль, конечно, но 80, по-моему, сколько лет лет я почти был. Не, я не плачу чего-то. Тетяна Константиновна, это женщина с чертого подъезда. Приятный человек был. Вот разве на нее можно, то говорят, ты ходишь тут факи, показываешь про бабок. Разве можно было на Тетяну Константиновну сказать, что она плохая и факи ей показать? Что же я про нее и слова плохого не сказал? А сколько ее гадостью и сейчас поливают. И сейчас, вот и змеюка сидят, и сейчас я там остановился, а она говорит, давай ей поливать. Я думаю, о. Поэтому, или вот Валентина Афанасьевна, моя соседка, разве можно было про нее плохого что-то сказать? Нет. А те, что плохое говорится, они еще достойны большего. Не все люди такие, как Тетяна Константиновна и Валентина Афанасьевна. Это 4XD. Это так, чтоб это было. Не, фотосессию со змеей бы никогда не сделал. В жизни не хочу. Человек жив, пока о нем помнит. Да, я тоже люблю эту фразу. Я тоже ее придумал, но она не мной придумана, но я ее сам придумал. Как не думать о старости? Господи. Жить! Тома, сверху на беда. Нет. На жопа была. На ступчике сидит. На грустной ноте нельзя заканчивать что-то. Бертинского люблю, но как-то вот попел. Знаете, как попел уже. Мне что-то стало трудно дышать. Что-то со мной надо решать. Или это болезнь суеты, или это боязнь высоты. О, друзья мои, дышащие легко. Почему вы так далеко? Если мог чей-то дом над землей парить. Почему моему это не повторить? Никто не знает, что мой дом летает. В нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. О, только бы ветер далеко не унес. Значительно легче стало дышать. Вот и все, что нужно было решать. Но все-таки чем-то таким грешу, Что не поддается карандашу. О, друзья мои, дышащие легко. Почему вы так далеко? Даже если отвожусь я на прыжок, Кто постелит внизу лужок. Никто не знает, что мой дом летает. В нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. О, только бы ветер далеко не унес. Вот так я пела, а ты кивал. А ветер нас относил в океан. Но как бы ты ни был самолюбив, Я не из породы самоубийц. О, друзья мои, дышащие легко. Почему вы так далеко? Даже здесь, в этой области неземной, Вы опять не рядом со мной. Никто не знает, что мой дом летает. В нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. О, только бы ветер далеко не унес. А вот эта песня просто... Преклоняясь перед ей нервник Долиной. О ее тембре проникновенным. В душе. Она просто поразила. О чем там дети? Тайно шепчутся, не поднимая тихих глаз. Три нити маминого, Женчуга, Стали в сад, в сад, в сад. Три нити маминого, Женчуга, А ведь могла еще поить. Нескоро мы с ними жижим чужими, Смотрю я маму прогорить. Пока же радостями женскими Кристаллы нит, свет теплой, Добыть застежками бакемских Чехословацких стекло. Ах, пустойки и честные, И каждый получал свое. Все, чем одаривало Чехия, Шельфы, мерчатки и белье. Теперь смотри, другая женщина, Там у окна вспыть темный час. Три нити манного журчика Ей стали в самый, самый раз. Три нити манного журчика Ей стали в самый, самый раз. Просто гениально пилиться. Так как же можно с этим поспорить? Как же можно сказать, что это бездарность? После этих песен сквозь пальцы смотрю на лимончики. Господи, это что ж? Я же не могу быть одинаковым. Сейчас напишу, что это он настоящий. Да я настоящий и тогда, и сейчас. И я сейчас, знаете, господи. И я умею молотить, умею подмолачивать, Умею шарики крутить, карманы выборачивать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, А вы растете у стойки на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики. А вы растете у стойки на балкончике. На базаре шумы хам идут все разоговорчики. Кто-то шлепну чьи маданы, и дадут лимончики. Ой, лимончики, вы мои лимончики. У меня дурни, ребята, знаете. У меня... Я вам скажу, у меня настроение может скакать, знаете. Я могу сделать все, что угодно. Ну, бывает, чуть-чуть веселее, чуть-чуть грустнее. И от этого тянет или в ту, или в иную сторону. А то, что... Ну, зачем, фу. Я вам показываю, что я могу сделать. Что во мне и то, и то, и там, и там я настоящий. Поэтому... Так, все, последняя песня. Пожалуйста, пошли мне воздушный поцелуй. Ты мой любимчик. Нина Петрова. Для вас. Тот запах вынутых волос, Благоуханье свежей кожи. И поцелуй в глаза, от слез соленые, и в губы тоже. И кучевые облака, курчавящиеся над чащей, и спящая твоя рука. И спящий лоб, и локом спящий повремени, и вец разлук. Мы скоро разойдемся сами, не разлучай уста с устами, не разнимай сплетенных рук. Не разлучай устами с устами, не разлучай устами с устами, мы скоро разойдемся сами, повремени певец разлук. Ведь кучевые облака, весь день курчавятся над чащей, и слышится издалека. В дневной кукушке, счет горчащий, не лги, не лги, считай одни. Кукушка, мы живем часами, певец разлук повремени. Мы скоро разойдемся сами, не разлучай уста с устами, не разнимай сплетенных рук. Не разнимай сплетенных рук, не разлучай устами с устами, мы скоро разойдемся сами, повремени певец разлук. Красивая песня, очень достойная. Здесь сегодня клювый. Да я могу быть рад, ребята. Чего ты упал, я не понял. Комментарий Сода пиши, я тут бесполезно. Сода пописал. Занимается поэтому Дорита Божья, ничего у меня голос не понимался. Все у меня нормально с голосом, я один раз только позанимался, мне не было времени. Пойду обязательно. Сода бессильная. Нина Петрова, спасибо, молодец. Плыло бы дома. Светы артисты. Еще песенку. Да ну яку. Ну яку вам спеть еще. Не, карету не хочу. Вот это, знаете, что вчера пил, и я не допил. И меня, когда я не боюсь, так знаете, вроде не до того. Поэтому надо завершить. И прости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Ой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Михаил Субтитры создавал DimaTorzok 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 Привет, Семена, я пришла под занавес Люда, ну ничего Да заканчиваю, уже полтора часа сижу Включаю трансляцию, буду давиться Все, давайте, всем-всем пока Люда, тебе привет, всем привет Всем вам хорошего Этого самого ночи хорошего И хорошего настроения, пока Целую, спасибо, пока